Слово американская бабочка, она завезена с Америки. Это карантинный вредитель, который пожирает листву растений, но в принципе он не приводит к полной гибели. На следующий год дерево все равно даст почки, но производить какие-то действия с ним надо. Сегодня получается, у него где-то может быть до четырех вылетов. Сегодня, я так понимаю, снова, не понимаю, я вижу, снова появилось очень огромное количество, в основном она сидит на шелковицах, но она не брезвает ничем. Это очень гнусный карантинный вредитель, который сегодня сейчас в стадии гусеницы, которая пожирает листву, потом произойдет окукливание. И что самое интересное, она хорошо перезимовывает, она может зимовать даже в помещениях. Зимует она под корой деревьев, в листве опавшей, поэтому первый метод это убирать опавшую листву. Естественно, самый эффективный способ борьбы, это применение инсектицидов. Но на уровне правительства принял закон о запрете работы пестицидами в городской черте. Поэтому когда-то на предприятиях КП «Город Галентрест» было до 16 бригад, которые обрабатывали деревья. Чтобы вы поняли, да, сегодня, даже если работать на полях инсектицидами, то расстояние до населенного пункта должно быть не менее, я могу ошибаться, одного-двух километров. И при том надо учитывать скорость движения ветра. Если движение ветра более 4 метров в секунду, то запрещается работа, чтобы не попадало... Ну, вы же понимаете, что такое инсектицид? Это яд. Поэтому выход какой? Только механический, биологический и механический способ борьбы. Из биологического можно делать, это делать липкие приманки. Ну, это очень трудоемный, трудоемкий способ, который надо развешивать на деревья. И плюс, механически только она появляется. Необходимо сразу, там стадия идет небольшое. Надо эти ветки обрезать и сжигать. Но сегодня мы видим очень массовый вылет ее будет. И так как нельзя работать, где мы можем, мы обрезаем. Но все дерево не обрежешь. Поэтому она еще и аллергическая. Попадает на кожу человека, она вызывает аллергию. Поэтому только совместными силами. Один зелентрест ничего не поможет. Поэтому должны подключаться и ЖКС, и все жители города. Продолжение следует...